Здравствуйте! Наше задание – преобразовать 7 восьмых в десятичную дробь и проценты. Начнем с десятичной дроби, поскольку достаточно просто от десятичной дроби перейти к процентам. Когда перед вами поставят подобное задание, вы, наверное, растеряетесь. Как можно обычную дробь преобразовать в десятичную или в дробь со знаменателем 100 или в проценты? Но вы всегда должны помнить, что 7, деленное на 8, или 7 восьмых, аналогично выражению 7 разделить на 8. Ни в коем случае не 8 на 7, а именно 7 на 8. Числитель делится на знаменатель. Вы, должно быть, захотите спросить у меня, как теперь же преобразовать это выражение в десятичную дробь? Мы с вами просто-напросто выполним операцию деления. Мы будем делить до тех пор, пока в остатке не останется 0. Ну, или получится остаток, который будет повторяться снова и снова. Скоро вы поймете, о чем я говорю. В данном случае в остатке мы получим 0. Давайте теперь приступим к делению. 7 делить на 8. Сколько восьмерок содержится в числе 7? Нисколько, поэтому здесь мы поставим 0. Для ясности я предлагаю число 7 записать в виде десятичной дроби. 7,0,0,0. Вы можете продолжать добавлять нули до тех пор, пока не закончите деление. Итак, 8 содержится в числе 7,0 раз. А значит, 8 умножить на 0 – это 0. И теперь нам необходимо отнять. 7-0 – это 7. Потом мы сносим 0. В результате у нас уже 70. Сколько раз 8 входит в число 70? Давайте посмотрим. 8,8 – 64. Число 8 нам подходит. 8,9 – это 72. А вот число 9 уже не подходит. Следовательно, 8 содержится в числе 78 раз. Итак, 8,8 – 64. 70-64 – это 6. Число 6 в остатке. Значит, мы продолжаем деление. Снова сносим 0. Сколько раз 8 содержится в числе 60? Так как 8,8 – 64, число 8 нам уже не подходит. Давайте рассмотрим 7. 8,7 – это 56. Таким образом, число 8 содержится в 67 раз. Итак, 8,7 – это 56. Теперь отнимаем. 60-56 – это 4. Как видите, у нас в остатке 4. Следовательно, мы продолжаем делить и сносим 0. Теперь сносим вот этот 0. Получим 40. Число 8 содержится в 40 ровно 5 раз. 8,5 – это 40. А затем 40-40 – это 0. И в результате у нас нет остатка. Таким образом, мы с вами выяснили, что 7,8 – это 7 разделить на 8, и это равно 0,875. Значит, дробь 7,8, как десятичная, выглядит следующим образом. 0,875. Но мы с вами выполнили только половину задания. Теперь перейдем к преобразованию дроби в проценты. Поскольку у нас есть десятичная дробь, то преобразовать ее в проценты на самом деле очень легко. Мы просто-напросто переносим запятую на два числа вправо и ставим знак процента. Сейчас я покажу вам, почему так все выходит. Скажите, пожалуйста, сколько раз мы разделили на 100? Данное число мы можем рассмотреть как 875. Мы бы также могли выразить это число как дробь 875, деленная на 1000. Разряд тысячных находится вот здесь. Или же мы можем записать это как 87,5 делить на 100. Если мы с вами возьмем только два разряда после запятой, то получим 87,5 делить на 100. Если вы здесь и числитель, и знаменатель просто разделите на 10, то получите это выражение. Если мы прочтем то, что здесь записано, то мы получим 87,5 на 100, или на цент от английского «percent». Таким образом, мы преобразовали десятичную дробь в процент – 87,5%. Вот почему способ с переносом запятой работает. А значит, если вам необходимо будет преобразовать десятичную дробь в процент, вы просто-напросто должны умножить число на 100 и поставить знак процента. Данный знак обозначает, что вы должны поделить на 100. В результате значение выражения не изменится. Следовательно, если мы умножим на 100, что аналогично тому, если мы перенесем запятую на два числа вправо, то мы получим 87,5%. Таким образом, очень легко и просто можно преобразовать десятичную дробь в проценты. Мы всего-навсего должны умножить на 100 и поставить знак процента. А знак процента, в свою очередь, обозначает, что мы собираемся разделить число на 100. Поэтому при преобразовании числа в процент мы умножаем его на 100, а при преобразовании процента в число делим на 100. Следовательно, если мы умножим данное число 0,875 на 100, другими словами, перенесем запятую на два числа вправо, мы получим 87,5%. Так как знак процента обозначает, что необходимо разделить число на 100, то выражение не изменится. Значение выражения не изменится. Обратите внимание еще на один факт. Куда переносить запятую – вправо или влево? Запомните, что число в виде десятичной дроби всегда должно быть меньше, чем в виде процентов. Число не просто будет меньше, оно будет меньше в 100 раз. Посмотрите, данное число меньше 87,5% в 100 раз. Но если я уберу здесь знак процента, то есть разделю на 100, то я получу то же самое число. Вот и все. До скорой встречи!